Доброго времени суток! Всем здрасте! Едем в Комель сегодня. У нас ТЛО. Вот на такой вот красивой машине. Потом расскажем. Вам ее показывали. Это Volkswagen Shetta. Правильно я назвала? Да, новая. Volkswagen Shetta новая, да. В общем, потом про машину. Мы едем, подъезжаем уже к Комеле, уже вышли на двухполоску. Дорога, конечно, ужасная. Едет, трусит все. Но там уже начали латать. Уже немножечко начинают делать ее. Ну, после зимы. Ой, как камни летят. В общем, да. Или песок. Ну, или песок. В общем, да. Заедем к Богдану. Заберем его сегодня домой. Сегодня пятница. Завтра суббота. У него-то завтра есть уроки. И тренировка есть, и баня. Но мы его все равно домой заберем. Чтобы он завтра уже сам не ехал. Вот. И куртку его зимнюю заберем. Ботинки. Ну, я надеюсь, что уже зима. Вряд ли придет. Хотя я смотрела прогноз погоды. У нас 24-го, 5-го, 6-го, 7-го еще снежок. Должен быть бы. Не знаю. Ну, вы сами знаете, как это погода. Оно сегодня одно показывает, завтра другое. А тем более, это не то, что конкретно на завтра погода. Да, это еще две недели впереди или сколько. Поэтому, может, еще пять раз поменяться. Вот. Заедем, короче, заберем его. Это ТО у нас будет долгое. Муж говорит. Хотя мы, когда проходили на Тжили, на Ке, тоже долго, да? Первое ТО было долгое. Второе. Что второе? Второе. Долгое второе. Второе ТО было долгое. Мы с детьми гуляли там на этом, как оно называется, на детской площадке. В общем, тоже очень долго по гомбелью там околачивались. Ну, сегодня у нас есть чем заняться. Оставим машину, поедем к Богдану. Мы потом его все равно будем забирать. Его будем сегодня до семи часов. У него в семь заканчивается тренировка. Вот заканчиваются уроки. В пять начнется тренировка. До семи. Пока он помоется. Пока потом еще заедем. Куртки его заберем, я же говорю. Поэтому домой будем возвращаться. Поздно. Зайдем где-нибудь подкушаем. Ой, еще недавно вот эта дорога мы ехали. Ну, как недавно? Несколько. Даже, мне кажется, тем летом была трасса лучше, да? Ну, она вообще раньше была хорошая на гомбельную дорогу. Сейчас разбили полностью все. Делают только так, латками. Поэтому разбивается. После зимы вообще плохо. Перепады эти температуры. Неблагоприятно сказываются. Особенно, когда зима такая не холодная и не теплая. А вот именно когда, ну, больше теплая. Когда вот с минуса на плюс, с минуса на плюс. Это очень плохо, где дорога сразу разрывается. Да, а у нас именно вот так вот как-то все время такая температура. Чаще именно такие до минус 7, плюс 4, минус 8, плюс 3. Ну, то есть, вот, да, и всю зиму такая погода. Так что, ну, вот уже много машин и там проехали. И уже стоят ремонты. Даже более того вам скажу. В самом городе мы вам рассказывали тоже плохие дороги. И, ну, рядом в деревне у нас дом есть. Там хозяйство мое, в общем. Я туда езжу. И там вообще настолько распитая дорога, что просто нужно... Ну, невозможно. Там вот особенно одна полоса, что нужно выезжать навстречу. Потому что там просто ямка на ямке. И я все думаю, вот, в городе плохие. Пока до нас доберутся, то здесь буду долго ездить. Все-таки это не город, а за городом, думаю, жизни не сделают. В итоге еду. И все, смотрю, латаются, латали эту дорогу. На следующий день еду. Уже все сделали. Прям асфальт положили. Вот представьте. Так что повезло. Повезло. Хотя это и центр, и вообще не... Город уже никак не оконсится. Это вообще никакого не имеет отношения. Раньше и по скорости здесь можно было ехать быстро. Сейчас уже едешь в другом режиме, потому что... Не, ну ямка на ямке, ты не будешь лететь. Ты еще и подвеску потеряешь. С таким движением. Мы въехали в Гомель. Сейчас будем искать, где находится... Как, Коля? HTC. Там дилер получается в Гомеле Volkswagen. Они Volkswagen Skoda, по-моему, не знаю, сейчас, наверное, не работает. Нам нужен фолькшлагер. Мы едем. Там адрес у нас есть. Сейчас посмотрим. Ну, конечно, движение такое. Каких-то бурзовиков. Какие-то. Ну, насыщенный. Сегодня рабочий день ездит. Сейчас немножко покажу. Здесь раньше был рынок такой, как считался центральный, да? А сейчас уже, наверное, в торговый центр все перебралось. Уже этот рынок. Сейчас уже рынки отживают. Вот, рынок. Да. Уже рынки, сейчас уже торговые центры. Сейчас уже вообще рулит интернет. Заказал, курьер тебе домой принес, померил. Понравилось, взял. Не понравилось, вернул. Перезаказал размер, либо еще что-либо просто отказался. И никуда не ходил, и не тратил свое время. Вот тоже кто-то любит пощупать, посмотреть. Ну, каждому свое, да. Кому-то нравится. Для меня это... Мне, я же по себе каждый человек судит. Мне это тяжело. Я не люблю. Ну, слово тяжело. Я не люблю ходить по магазинам. Вообще. Может быть, бы что-то и покупалось бы, да. А ходить у меня и муж не любит. Мы такие с ним. Время просто. Не то, что там любить, не любить. Просто время тратить надо на это. Так а что, ну, потратил, вот у тебя есть время. Так лучше дома провести с семьей, чем в магазине калачивать. Просто у кого-то больше времени, и у них там некуда его деваться. Ну, нет, дело не во времени. Вот конкретно у меня дело не во времени. Не знаю, в чем дело. Видите, у мужа времени не хватает. Я не люблю. Сейчас перестроимся. Пропускает. Ну, ладно. Спасибо ему сказать. По трассе сейчас ехали. Настолько рискованные ребята гоняют по трассе, что просто кошмар. Что я... Такие гонки. Смотрите, какой у нас есть в Гомеле. Это мне Богдан рассказывал. Он на нем ездит. Это электрический этот вот. Как это? Автобус. Электроавтобус. По-моему, вид какой у него. Похож на мини-купер в дизайне. Круглые пары. Ну, прикольные. Круглые, своеобразные. Богдан уже на нем ездил. По-моему, китайский. По-моему, не знаю, как он производится. Вообще. Сейчас я пройду. Будем искать. Оно где-то в центре находится, это техобслуживание. Техобслуживание, я правильно рассказываю? Ну, да. Ну, там и машины продают, получается. Вольцваген. Ну, вот где-то в центре находится. Будем, в общем, искать. Не знаю, потому что... Что такое? Да ничего. Ему не нравится, что ты его снимаешь. А, так я себя снимаю, молодой человек, все хорошо. Ну, это я, думаю, это его снимаю. Он думает, что он мне нужен. Махал руками. Он махал руками, чем был недоволен. Думал, я его снимаю. Ну, вот. А что-то он поехал этот на... В общем, поняли. Ездит кому как нравится. Кто на красный, кто на зеленый, кто на что гораздо. Кого как учили, кто как научился. Все, в общем, у каждого свое. Здесь так движение организовано. Вот это вот постоянная проблема. Невозможно прийти. В Минске намного интереснее ехать. В Минске все просто, понятно. И как-то и полос больше, да. А здесь все не так. Все. Не, ну здесь как бы местами, но есть такие вот развилки какие-то. Лучше перекрестками органы. А тут какие-то любят они 10 развилок и заодно сделают. Все это такое вот непонятное для меня. Хотя сейчас в Мозре тоже пару таких перекрестков. Ну да, и меняют постоянно. Привыкаешь, ездишь вот так. Там, например, две полосы, три полосы постоянно. Ты знаешь, это у нас в Мозре, да. И вот ты по ним постоянно ездишь. Потом все, наступила весна. У них новый сезон. Новые мысли в голове. Все. Вместо трех полос в том месте сделали две. А людям те полосы до лампочки. Мы ездим как хотим. А кто при... Ну, в смысле, как хотим. Как? По старой памяти. А кто новый приехал, тот вот уже даже в тиктоке я видел. Если вот это Мозрь, вот Мозрь, вот смотрите, вот знак, вот две полосы. Почему они все вчера ехал так? Сегодня снова так же. Они становятся в три полосы. Людям сложно. А тот, кто Мозрянин, тот знает, что мы... Ну, да, мы так и становимся. Настаиваем на своем. В общем, такое. Есть такое, да. Ну, это возле этого, да? Как там, по банкам? По старой привычке. И много. И вот это... А потом, когда меняют, то же самое было так с кольцом, они там понаменяют, да? Одностороннее тело. А потом тяжело, да? Где-то одностороннее. По встречке. И ты снова по старой памяти, да, едешь, а там уже память твоя тебя подводит, там уже надо на знаки смотреть. То есть такое. Очень тяжело перестраиваться. Или как-то вот... Ну да, понапридумывают, в общем. Чего не придумать. Наверное, сами там не ездят. Так можно людям, которые там ездят, можно и придумать, чтобы не скучать. Стой, стой, стой. Да, вилки пока желтые жилы. Да какой желтый? Уже не желтый. Не видно из-за бус. Ну, потому что был красный. Желтый уже. В общем, такое. Здесь, кстати, из Гомеля сразу трасса идет вот на Черниговлю. На Брянск. Это близлежащие города. Рядышко. Ехали на обслуживание. Готов. Ехали на обслуживание. Вот по навигатору на него рассчитывали. Вся надежда была на него. Не, этот. Машинный. Смыс-мыс-мыс-мыс-мыс. Да, машинный навигатор. А в итоге он сам не знает, куда ехать. Водит нас какими-то хороводами. Привел вообще, где ремонтируется дорога. Сейчас вон в итоге муж включает Алису. Как это? Яндекс. Да, она вам расскажет, как нужно действовать в данной ситуации. Потому что мы потерялись. Вот так. Пожалуйста, опишите ситуацию более подробно. Боже, Алиса, расслабься. Ты что-то назвала имя? Тише, меня сейчас не сбивает. Алиса тоже нас ведет каким-то частным сектором. Какой-то тоже, походу, не той дорогой. Не, просто мы заехали там, чтобы объехать, там ремонт дороги, наверное, чтобы объехать. Ведь вот здесь, я так понял, там ремонтируется дорога. Видите, здесь возле каждого дома мусорок наставили. Мы очень хорошо. Тоже такое сейчас, в Наровчизне я везла. Да? Да. А я в Наровчизне давно. Выкатываю так тоже. Ага. Вот нас водит навигатор, и мы приехали в знакомые места. Мы вот здесь были, когда Акия обслуживали. Оттуда выехали, естественно. Да, мы откуда-то оттуда. И сейчас привело в похожем направлении куда-то, только какими-то корчами, но ладно. Муж перенервничал уже с этими навигаторами. Телефон глючит, что-то та Алиса корчит дурня. Машина тоже сразу не сориентировался, навигатор машины, что там ремонт дороги. Поверните направо. Хорошо. В общем, машина показывает, что налево, да? А Алиса говорит направо. В общем, тоже такое. Посмотрим. Смотрите, какие фигурки красивые, вроде шахматных сделали. Ой, это я что-то... Не то. Стоим на светофоре, ждём. Всё, Коль, вперёд. Во двор. В общем, вот мы уже приехали. С горем пополам, еле нашли, уже по всем навигаторам, по каким было можно. У нас тут это понятно. И они сами себе противоречат. Один говорит налево, второй показывает направо. В общем, а ты ориентируйся как хочешь. Муж перенервничал. В общем, два навигатора, один телефон в руках держит, а машина смотрит. В общем, всё, сейчас будем сдаваться. Ну, шкоды поздавали. Ну, наверное, на шкоде не обслуживают уже, только здесь. Потому что смотришь, что там, где шкоды стоят. Ну, что, мы пойдём, будем прощаться с вами. Ну. Всё, пока-пока, у кого-то рассудили.